Добрый вечер, с вами снова я и Фильм на вечер. Делайте полный раз ворота, затем... Что за хрень? Ты что делаешь? Убирайся нахуй! Помогите, убиваю! Что? Убирайся! Это же ты меня бьёшь! Убирайся! Успокойся, пожалуйста! Но опять же вас не жди, это полный пиздец. Нахуй иди, я не водитель убер! Эзра – главный герой фильма. Нетипичный малый еврейчик. Он же Джона Хилл. Ему не нравится посещать синагогу. Он не любит свою работу финансиста. Он всего-навсего мечтает вести подкасты со своей близкой подругой. Ещё больше всего на свете Эзра желает встретить вторую половинку, которая будет с ним на одной волне. И что же случится, когда самый нетипичный еврейчик встретит однокожую девушку Амиру, с которой они выходцы из разных миров? Как отреагируют их семьи на такие отношения, разные нации, рации и религии? Станет ли это помехой для любви Эзры и Амиры? Увидим в этом фильме. Тебя на еврейском кладбище не похоронят. Бабуль, я тебя люблю и уважаю. Но я буду мёртв. Мне будет плевать, где меня похоронили. Можете слить мой прах в писсуар. На стадионе Доджер. Хорошо? Теперь ещё и Доджерс не уважаешь. Я хочу могилу рядом с Рианой. В начале просмотра любому зрителю сразу становится понятно, что фильм несёт в себе некую повестку, а точнее проблему расизма и притеснения иных рас в Америке. Хотя, как мне кажется, такими темпами в этой стране не должно было остаться ни одного расиста. Но, видимо, действительность совсем иная. Что касается любви белого парня и темнокожей девушки, таких фильмов также снято немало. Так что тут некой новизны для киноискусства нет. Единственное, что я хочу выделить также в данной теме, что афроамериканцы настолько сильно продавливают тему расизма, что данное явление стало проявляться к самым белым. Но вот только правда белых вряд ли кто-то будет защищать. Даже подруга Эзеры, которая также является темнокожей, сказала, что чёрные и белые никогда по-настоящему не смогут понять друг друга. Вот так вот, не дать не взять. Теперь о касте. Он, короче, крутой. Каждый актёр мега ограничен в своей роли. Вот только Джона Хилл слегка как будто бы постарел. Но это не его вина, так что к этому нельзя цепляться. Сюжет? Да неплохой. Не то чтобы фонтан, но смотреть можно. Есть смешные моменты. Иногда вообще надо такое смотреть. Хотя, как мне кажется, неплохо было бы сократить хронометраж фильма минут так на 20. И фильм ничего бы не потерял. Я немного ждал этот фильм как нечто суперординарное и смешное, но по факту он оказался ни тем, ни другим. Нет, это не худший фильм в жанре комедии. Но есть и намного лучше и интереснее. Даже на тему отношений людей разных рас и планет. Смотреть или нет, решайте сами. Мне фильм понравился, хотя местами чутка скучно. Есть такая категория актёров, ради которых я готов посмотреть фильм, каким бы он в итоге не оказался. Вот фильм «Что за люди?» оказался именно таким. Здесь сразу как минимум три актёра, которые мне нравятся. Но что-то пошло по пизде. Я так нервничаю, блядь. Не могу дождаться. Вегас со всей бандой. Блядь, ух, как мы повеселимся. Я накидаюсь и облежу стопы стриптизёрши. Будем зажигать. Здорово. Как делишки? Привет, как дела? Фильм «Что за люди?» про взаимоотношения людей с разным цветом кожи. И вроде как бы про любовь. Но именно первая часть – основная тема фильма. Здесь хороший актёрский состав, но сюжет банальный и совсем не новый. Слишком затянуто и предсказуемо. Фильм «Что за люди?» не впечатлил. И мелодрама слишком предсказуема, и комедия вышла так себе. Рекомендовать к просмотру не буду, но смотреть или нет – решайте сами. С вами был я, Каллигула. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...